Ребятки, всем привет! Сегодня мы находимся в селе Рождествено, где будет проходить выезд команды Герасим Шерп. Будет четыре машины, две наших и две еще, скажем так, двух членов команды. Я даже не знаю, слово члены это ругательные. Уместные, нормальные слова. В общем, мы уже на месте и ждем еще две машины. Будем встречать их, как получится поездка, будет ли она интересной. Смотрите! Будем надеяться, что болото у нас примет радушно в этот раз. Так, ребята, ну вот еще одна машинка прибылла. Это у нас железные шерп-тюдинги от ЖУПКО в гараж. Так, в команде именно прибывает участников экспедиции. Да. Мы рады приветствовать вас! Миша, Игорь. Очень приятно. Миша, заочно. Очень приятно. Приветствую. Ну все, все в сборе, да? Как положено, блин. Сколько? Двое человек? Здравствуйте, здравствуйте. Мы сейчас поедем куда-то, да? Экипировка у вас правильная. Да. Итак, ребята, и у нас все вообще в сборе теперь. У нас приехала еще Прошка. Я вам скажу по секрету. Говорят, что Прошка. Проблем с баней у нас не будет. Нет. Однозначно Кера. Все. Едем. Ну что ж, ребят, машины разгрузились. И мы поехали. Приключения начинаются. По этой дороге уже, ребят, лучше ехать, не везти курс. Уходим. Уходим. А лес все дремучий и дремучий начинается. Команда у нас идет дружно. Мишанька замыкает. Я веду. Потому что карта только у меня. Шучу, конечно. А красота какая. Открывается. Все. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Так, господа. Прикор стримотай. Выходите. на твердую землю. Вы ее два дня не почувствуете больше? Да. Можете попрыгать, полежать. А что? Будем собираться на крышах вездехода. Ой! Опа-па-па-па. Вот это опасно. Это очень опасно. Нормально? Чуть-чуть надо ступенечку это самое раздвинуть. Мне кажется, вот эта ножка вообще не нужна. Смотрите сколько ягодок, а? На асфальте влево. Черника. Да. Ковыряешь, а ты ковыряешь, понимаешь? А на асфальте все равно влево тянет, хоть убейся. Время влево. Ну, не то что, понимаешь, но вот и цепи натягивал. Вот. Тем участие в команде Герасим Шерфу и приятно, что можно с практиком пообщаться по поводу, почему его тянет влево. Да хочет он налево просто. Вот его и тянет. Ну ладно, оставлю вас. Это щепетильная тема такая. Бежатина, иди ягоду есть. Он сейчас будет весь синий. Обрастает. Миш, иди вот сюда. Здесь вообще черники валом. На. Надо этот, комбайн. Вон Владимир молча сидит, ест ягоду. Раньше как это, ягоду собирали, песни пили, да? Петь перестал, знаешь, жрать начал. Сразу люлей получаешь. Так, ну что ж, не успели мы доехать до болота, и пришлось раскрыть содержимое вот этого ящика. Признаюсь честно, открывать мне его не очень хочется. Но такова необходимость. Пришло время помазать цепи. У нас церемония смазывания цепей. Пошло? Да. У нас секретный бургусалин. Ребят, не используйте там негрол всякие, трансмиссионные смазки, потому что они вонючие. Вот. Мы используем обычное моторное масло, плюс СМТ-2, кондиционер металла, где-то процентов десять. Соотношение. Масло. Все прекрасно ходит. Тут, ребятки, стоит масляная ванна. Тут еще душ есть, елки-палки. Будем это самое обкатывать. Будем, будем. Не знаю, где крестовина. Так, ну что ж, не успели мы доехать до болота и пришлось раскрыть содержимое вот этого ящика. Признаюсь честно, открывать мне его не очень хочется. Но, такова необходимость. Что нужно делать? Тут расчистил. Задание выполнено. Ну что, у больного прощупывается пульс, давление в норме. Жить будет. Жить будет. Сделаем ему инъекцию глюкозы и отпустим на свободу. Итак, ребята, у нас диет питания. А все почему? Потому что забыли гриль. Кстати, те, кто кричит, что много гриля, радуйтесь. В этом походе гриля не будет. Виновный будет найден и строго наказан. А мы все 6 килограмм мяса, которое я до двух часов ночи мариновал, делал, проще-проще, будем жарить. Вот так вот. Гриль не взяли не потому, что он не нужен. Просто потому, что его забыли. Или забыл кто-то. Не будем показывать. Пальцем на этих двух типов, которые забыли. Что это я сразу? Вот. Потеря, потерь. Нет, ну вы посмотрите. Посмотрите. Вот это все забито было для гриля. Южно-африканский сом. Говядина, баранина. Ёлы-палы, а. И что мне теперь с этим делать? Все. Покушали. Собираемся. Выезжаем. Машины на прогреве. Все готовы. Мишаня побежал домой за грилем. Ха, ребята. Боржомиком меня угостили. А куда, думаю, его положить-то? А вот сюда. А вот. Видите, теперь в Шерп Максе есть вот такой вот. Ха, подборжомник. Помню, помню, в прошлом году мы здесь выезжали. Было достаточно сложно. Очень узкая дорога была. Сейчас не знаю, как я на Максе буду протискиваться. Что-нибудь придумаем. Ничего страшного. Парита не чувствую. Пока. Бас чей-то. Ну все, ребята. Выход на болото. Ура. Давно здесь никто не ездил. Что делать? Что вы делаете? Да-а-а-а! Алло, там здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, скрадок охотников! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, звучит немного страшно, но мне холодно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что все в порядке, можно не переживать А мы тем временем отправились к месту нашей первой ночевки В лагерь, где есть твердая земля Ее, поверьте, не так много на Аршидском Ху Двигаемся... Нам ехать километров 14 Мишане достается самый порванный след... Да, ребята, сейчас будем переплывать речку Сось Идем ко второму самолету В принципе, тот второй самолет уже открыт давно Этот самолет где-то года три назад обнаружили А тот самолет уже давным-давно открыт Там уже памятник стоит Мы уже не раз там были, вы, наверное, видели в наших видео Вот река, будем где-то тут пересекать, наверное Все шатается, вездеходы подъезжают, все шатается Так, ну вот, ребята, мы добрались до реки Сось Акрасиво, красиво Акрасиво Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я не терплю ничего, никакого бедствия. Ну, если не терпишь, то, да, и пойдет. Ну, все, все выбрались на сость. Сейчас, я думаю, они захотят проплыть чуть-чуть, поплюхаться. Вот такой веселый и задорный у нас маршрут проходит. Можно набраться опыту прохождения различных препятствий. Это и редколесье, это и болото у нас, плавание. Чуть-чуть ты потерял момент вот этой инерции. Чуть-чуть дай назад и опять разгонись, и ровно перпендикулярно зайди на берег. Оп. Спокойно. Назад опять. Я уже так нырял. Не надо так нам нырять. Вот оттуда, с мыска попробуй, там поположе должно быть. Да. У Шерп Макса все-таки база позволяет по более крутому заходить к подъему. Здесь уже несколько вездеходов вышло. Вернее, один. Я выкопал, и он не может зацепиться. Мы не торопимся. Давай, давай. Ва, подходи, подходи сразу. Так, ребят, сейчас посмотрим, что-то не получается и почему. Так, идут учения. Стажер у нас, Мишанька. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой, что творит? Оп. Оу-оу-оу-оу-оу, чё ж ты творишь-то? Ребят, зачем вы пытаетесь на полном газу выскочить на берег? Надо просто правильно зацепиться и выехать на первой передаче, полностью контролируя машину, а не как это, сломя голову, выпрыгивать. Вот, можно же, только контролируя машину на первой передаче, правильно зацепиться и всё. Не получилось с первого раза, лучше перецепить разочек. О-о-о, сейчас меня будет давить. Нет, не давить. Ох, чуть ДТП не случилось. Ха-ха-ха. Владимир всё-таки хочет показать нам Финк ушами. Отлично, молодец. Отлично, молодец. Сразу вот прям на выходе, на самом. Впечатляться, да, уже там пораньше лечь спать. А завтра мы можем доехать до самолёта, поездить по болоту, пошарохаться по разным, короче, ну, таким вот вещам. И приехать на другую стоянку, где мы уже будем недалеко, в принципе, от нашего лагеря, к очень красивому месту. Вот так, скажите, хоть бы кто-нибудь перевернулся-то, а? Ведь никакого шоу нам не сделали. Ладно, едем дальше. Володя, окно закрой. Ладно. 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 Сейчас по пути здесь я схожу на разведку. Я не очень боялся, куда ехать. След мой не читается. Не пойму. Ну, проеду вперёд, посмотрю. Так, я вот куда-то приехал, тут уже лес начинается. Я вверху. Дера, ты где? Я вернусь обратно к берегу. Так, вы что делать? Смотрите, фары включил. Не видите просвета нигде? Нет. Миша, ты где сам? Слушай. Всё ясно, Мишка. Ты заблудился. Мой след не читается, что ли? Я вот, Кира, до второго костра, если доехал, где здесь не были, берём же кольца и сносился сосновый лесок такой. Ты пронесел второй костёр? Да сигнал. Не понял. Кира, дай сигнал. Вот я сигналил сейчас. Угудите кто-нибудь будет. Дерасим будет гудеть. Это мешание. Давайте не путать, давайте ехать-то ко мне надо, так что я буду гудеть. Да, это у меня горят. Значит, подъезжай, кто-то нашёлся уже. Так, ребят, все потерялись. Я поехал на разведку и ребята потеряли мой след. Объясняться, где я и что я, и не знаю как. Координаты им скинешь, а им забивать их некуда. Сейчас, ладно, будем урок проводить по ориентированию. Беги, гер. Вот, Мишка потерялся тоже. Так, вот, Миша, вижу вас. Всё. Во, ура, нашлись все. Вроде все нашлись. Ура, товарищи. Вот как вас оставлять одних, а? Так, господа хорошие, я всё придумал. Сегодня вместо чарки вечером будем проходить ориентирование и передачу координатов. Всё, собрались? Давай, капитан. Поехали. Форест, форест, форест. Российский мэн Иван Сусанин. Полишний оккупательный враг, пришел к форесту. Как вы заходите в Москву? Попросите Иван Сусанин. А хрен его знает, ребята, потому что я тут сам впервые. Ай! До Большого Зимника осталось 200 метров. А пока объезжаем ёлочки. Вот, а конца есть такие болотные. Судя по вашему потрёпанному виду, назад мы не поедем. Там ничего хорошего нет. Всё лучшее впереди. Давай, поехали. Всё, объезжай меня, или давай я сейчас пропущу. Пробьёмся. Вторым, вторым бортом помогай. Торпятина здесь жёсткая. Давай, 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 давай. Давай! Поехали! Ох, Владимир летит сейчас! Плюх! Вот тут было видно, что Владимир, неправильно включая передачи, на второй пытается в таком торфятнике тронуться. Тем самым он и подпалил себе чуть-чуть сцепления, от него пошел запах. Не повторяйте эту ошибку, машина вот в такой грязи, она должна идти на первой передаче. Так, от кого-то сцеплением попахивает, я даже знаю от кого, вот от этого вездехода. Давайте посмотрим, как Макс здесь пойдет. Да ничего идет! Достаточно бодро поскочить. Как вам жижи торфяные? У тебя вот чуть-чуть лебедочка выпущена, Владимир? Да, надо бы ее прибрать. Что, Михаил Юрьевич? Давайте, поехали! Ну, поехали! Поехали, конечно же! Так, едут потихоньку, едут. Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Удачно приводнились Все, они глубоко Все, все, приехали мы Боевая рана Поздравляю, Герасим Васильевич Куда не стрельну, все мимо, да? Это тут все криво В рябинке как стоишь красиво Весь в рябинах В любом экстриме Ну вот как-то у тебя вот только это самое Кривовато Так лагерь разрастался семимильными шагами Семимильными Рвущими ноги шагами Вот Был у нас вот такой вот Кипиш день Все хотят есть Жутко Жутко Но было решено Вставать лагерем Как ранее говорилось Будет у нас сегодня Пионерский костер А чтобы он состоялся, нужны дрова Бензопилы у нас нет так же, как и нет гриля Поэтому Спасибо тебе, мачете Грибов по лесу Видимо-невидимо Правда не те Что нам бы хотелось Лисичек хочется найти Ну вот у нас такой уже лагерь Там костровой чайник Тут сейчас рыба будет жариться Ай-яй-яй, красота Красота Из еды у нас сырная тарелка только бесхозная Ни то ненадолго, наверное Сейчас я ее приберу Ага Южно-африканский сома у нас сегодня Ты знаешь, Гер, вот по чесноку рыбу не очень лезь Я ее в своей жизни столько наделся Если ты не будешь против Я порабочий крестьянский тушенька Да и ради буду Так хочется Ну я думаю для пионерского костра у нас Вполне себе состоялся запас Ого, народ Вот такая у нас рыба вкусная Будет Эпическая А на столе все растет и растет Снеги-то Мы же ехали это не на 3 дня А на все 30 Так, ну что, порох готов Осталось поднести спичку Посмотрим, как получится-то у нас Что есть? Так, порох-то сырой Надо катализатор нести А тем временем вот за костра Прям вот гора дров растет Не на шутку У нас дровосеки походу с деревни поление тащат Как известно, костры разжигать лучше всего тем На чем написано Огнеопасно Вот, очиститель тормозов Очень огнеопасная вещь Сейчас мы это проверим Так, берегите чайник Не, я шучу Я же говорил Я, да Не повторяйте, не делайте так Очиститель тормозов Очень, очень Хит сегодня сегодня не был По-любому Поводы, кстати, тормозов Торо и чайник Так, что у нас тут готовится Греча, салат Ведро салата уже нарезали Рыба уже тоже почти ведро нажарилась И еще подумываем в сторону барана Это уже серьезно Да, заявка на победу у нас серьезная Ну, вы видели, какой эффект? Прям, прям, ну здорово все получилось Так, личинка, ты иди в сторону Здесь будет сейчас жарко Живи где-нибудь здесь Ешь корни Не, ну твой вообще рожек не горит, Василий Сейчас загорится Смотри, видишь, как мой ровненько, хорошо загорелся Это прям розжиг, колоть поляшку Тут тросик у меня Да не надо ее мыть А я так Фух Это правильный вездеход поставить, да? В один бак с двухсоте есть течет И у нас будет вода Все, ребята, вода елка А, Владимир Вы какой пьете чай предпочитаете? Горячий Горячий, а там, ну, зеленый, черный, белый Черный, черный Черный, черный Вот сейчас на костре мы будем закопченного чайника черный чай пить, да? Класс А у вас есть печеньки, я знаю Да У нас так-то у всех есть печеньки, но ваши самые вкусные И вы о них целый день говорите Что-то там особенное Я за ними выбежал, да Будем баранками подманивать Ой, ребята, у нас хорошо Мы кушаем рыбку Очень хорошо Мы беседуем Мы сейчас будем пить чай с сапога, блин Вернее, его с сапогом раздувают там Ребята, мы всех приглашаем в нашу Миша, ты будешь чай с сапога пить? Я как все А как спать? В другой одежде? В этой же завтра переоденешься просто Угу Ну это самое Ледовское термобелье Гер, ну это химия Липропилен, но он мгновенно сохнет Я понимаю В нем комфортно, сухо Или носишь его 6-7 лет Подожди, объясни тогда Вот он сохнет А куда пот девается? Отводится дальше Правильная одежда Это термобелье Дальше флиз Который в себя как раз Ну давай, мы сейчас на 20 градусов будем флиз на себя надевать, да? Не на 20 градусов, я вообще говорю Ты говоришь, куда он сохнет? Если я в тонком вот в этом хожу То он просто испаряется снаружи белья Поверхность больше? Он выводит на поверхность термобелла Из-за того, что он У него поверхность больше, чем у кожи Я вот его сейчас простираю Через 10 минуту он у меня будет сухой Я понимаю Здесь костюм Но это химия Химия-то химия Но не Ты пойми сейчас Вот смотри Раньше химии не пользуюсь Только потому что я делал Я тебе объясню Знаете, сидит Мишка и радуется, что он будет в гордом одиночестве Спать в вездеходе В походе Тихо спокойно Тихо спокойно Правильно Никто не будет фунять Ворчать Смеяться во сне Скрипеть зубами Ничего этого не будет Класс Главное это хам Первый день нашего путешествия Команды Герасим Шерп В составе 4 вездеходов Считаем завершенным Все произошло без происшествий Мы благополучно приехали в лагерь В хорошем настроении В распрекрасном Сейчас ложимся спать Потому что завтра Будут новые приключения И куда они нас занесут Фиг его знает Мы уже 10 раз были на Рашинском ху И каждый раз он Не подражаем И не узнаваем Правильно Мишень? Абсолютно Полода полно сюрпризов И каждый раз они разглянут Все, народ Все по люлькам Смотрите, вон Мишеня Вон он Володя устраивается Володя устраивается первый раз Спать вездеходе Вот Я уже тут устроился У меня вон такая Мачта здесь С освещением Я МЧСом тут работаю Мое спальное место Ребастер чуть-чуть Мурлычет Игорь уже спит Вовсю В общем Лагерь у нас Надо как раз Закрыть все от дождика Чтобы дождиком Не замочилось Потому что дождик Быть может Ну, итогу Прошел еще один замечательный день Из жизни Канала Герасим Шерп Все устали Умотались Приятная усталость В общем-то Все готово К просмотру Сновидений Будем набираться Сил Завтра будет Надеюсь День Лучше, чем этот Здорово Когда Следующий день Лучше, чем предыдущий Первый официальный Выезд команды Герасим Шерп Состоялся Первый день По крайней мере Завтра будет Второй день Будут новые приключения Завтра поедем На второй самолет Поедем На утонувший Вездеход Наверное Так, короче Будем просто болтаться Покинаем Спидинги Я хочу Может быть Если будет прозрачная вода Запущу дрона Подводного Короче Будем чем-нибудь заниматься Вот Да все рано встали Все практически Из одного места На равном расстоянии Игорю чуть дальше Было 330 километров Где-то он проехал Данный выезд Это одна из частей Предстоящей Большой экспедиции Она состоится Уже достаточно скоро Я думаю Мы вас Порадуем Покажем Что-то интересное По крайней мере Подобных Видео Я не встречал В том масштабе Которую мы хотим сделать Так что Думаю Очень интересно Нужно получиться Все По результатам Данной поездки У меня уже будет Наверное 40 моточасов 40-45 И машина Ждет ТО Мы сделаем ТО И отправим Ее уже В гараж Где надо Кое-что Там Подизменить Перед Большой поездкой Кстати Ребят Почему-то В Шерпи Не ставят Глушители На Вебасту Меня это Удивило Удивил Звук Работающей Вебастой Ну В силу Того Что у нас Все Вебасты В нашем Вездеходе Там В Мишкином В нашем Первом Вездеходе В Мишкином Преше Они Везде Стояли С глушителем И Звук Гораздо Тише И вот Сейчас Мы установили Сюда На Вебасту Глушитель Блин Тишина Я больше Слышу Вентилятор И воздух Который Сюда Выдыхается А не слышу Вот этого Гудения Под спиной Раньше Она гудела Как Мартен Такой Раньше Звук Разов В 2 В 3 Сильнее Он еще Подвывал Так Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И решаем, каким коллективом едем. Все, ребят, всего хорошего. Всем пока. А у меня вон холодильник заучал. У меня же тут еще компрессорный холодильник. Белки-палки. Я тут весь научалка какая-то. А я забыл гриль. Ну, я не знаю, мы коллективно его забыли. Потому что я его к воротам специально гаража поставил, чтобы без него не выехать. Ну, кто-то, я не знаю, то ли Рашид, то ли Мишаня. Гриль отодвинули и выехали, короче. А, я забыл рюкзак со сменной одеждой, так что я еще и чуха буду. Я чуха месяца и склероз года. Такого у нас еще не было. Блин, я наготовил 6 килограмм мяса, полтора килограмма рыбы. И забыл эту. И забыл о гриль. Представляете? Это вообще жуть просто. Сейчас все это надо переготовить на плитке, на газу, на сковороде. Мишка тут порывается на веточках пожарить мясо. Да, можно попробовать. Камней здесь нету, а на веточках можно попробовать. Так что вот так вот, ребят. Все, всем пока. Спокойной ночи. До новых встреч. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok